Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Информационная война». Сегодняшний выпуск не совсем обычный. У нас в гостях Николай Викторович Стариков, известный писатель, политолог и политик. И сегодня мы поговорим с ним обо всех аспектах информационной войны в Крыму, на Украине и в России. Николай Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Наша программа возникла в марте как попытка крымчан объяснить свою позицию относительно тех событий вхождения, возвращения в состав Российской Федерации. Но дальше мы стали, после того, как началась война на Донбассе, после того, как начались события в Новороссии, мы стали толковать и трактовать вот эти события с точки зрения русских. Вот русских, которые живут на Украине, которые живут в Крыму, которые живут в Российской Федерации. И, в общем-то, мы пришли к выводу, и телезрители об этом очень часто задают вопрос, что по большому счету информационную войну Западу, вот русский мир и Запад, мы как бы проигрываем. Как вы можете оценить вот этот тезис, насколько он правдив, насколько он устоявшийся и неизменный, и насколько он может измениться? Вот ваше отношение к этому. Вы очень верно подметили, что даете оценку именно с русской точки зрения. А ее и не было. Почему ее не было? Почему слово русский, Россия, вот самосознание русского народа, оно как-то было в загоне? Да? Слава Богу, сейчас восстанавливается. Все очень просто. Русский народ является государством, образующим народом и Российской империи, и сегодняшней России, и Советского Союза. Это факт. Поэтому, если вы хотите разрушить большое геополитическое образование, большую страну, то вы должны бить по тому фактору, который скрепляет страну. Если русские являются государством, образующим народом, значит, нужно сделать так, чтобы самосознание именно русской части народа Советского Союза или Российской Федерации как-то скукожилось, перестало быть, и тогда все рассыпется само собой. Именно поэтому Россия во всем виновата, во всем виноваты русские, русские, значит, никчемные, алкоголики и так далее. И вот набор этих штампов, вот этих лживых выдумок западных пропагандистов еще там с 17-го, какого-нибудь 16-го века, он активно начал внедряться после крушения Советского Союза. Да и в период Советского Союза тоже пытались, так сказать, внедрять какое-то чувство неполноценности у русского народа. Так и было. Совершенно верно. Обратный тезис совершенно верен будет. Если мы хотим, чтобы Россия была сильным государством, многонациональным, где каждая национальность будет чувствовать себя комфортно, самосознание русского народа должно увеличиваться. В этом нет никакого национализма, никакого фашизма, как любят говорить либералы. Шовинизм. Русский шовинизм. Ни шовинизма нет. Вообще шовинизм, фашизм по отношению к России и к русским, это нонсенс какой-то. 27 миллионов наших жизней, наших солдат, и большинство из них, безусловно, славяне, русские, белорусы, украинцы, мы отдали. Какой после этого фашизм? Посмотрите, только первые ростки фашизма, нацизма появились на Украине. Какая справедливо болезненная реакция в российском обществе. Какая болезненная реакция в хорошем смысле, так сказать, в Крыму. Люди добровольцами на войну едут. Хотя формально человек может живет где-то в Новосибирске, ему ничего не угрожает. Но он видит, что творят вот эти потомки неонацистов, и он не может оставаться в стороне. Так что говорить о шовинизме по отношению к русским совершенно невозможно. Так что разрушение русского самосознания – это часть информационной войны, которую Запад ведет против нас. Следующий тезис. Что на Украине было с информационной войной? Так Россия в ней вообще не участвовала. В течение лет 15, как минимум, Россия вообще не участвовала никак в информационной войне на Украине. По большому счету, вот только сейчас мы стали обращаться к населению Украины. Почему до этого не было? Так мы боролись за Россию. Вот крымчане, может быть, этот период, так сказать, не очень помнят. Хотя, наверное, должны помнить. Ведь Борис Николаевич Ельцин не то что Крым, и Севастополь, и базу флота отдал Украине, хотя никаких для этого предпосылок нет. Я подробно вот в своей книге «Россия и Крым истории» сейчас разбирал это. Ну, это форменное предательство, больше никак это не назвать. И это середина 90-х годов. То есть мы боролись за Россию, мы боролись за то, чтобы в головах у населения России все стало на свои места. Вот сейчас, слава богу, этот период, ну, так сказать, этой работы уже какой-то итог можно подвести. Наконец-то население России адекватно оценивает международную обстановку. Никто не ждет пряников от Запада, никто не считает, что это добрый Дед Мороз, который будет раздавать высокий уровень жизни. Да, наоборот, клыки вот этого Запада, они стали сквозь маску Деда Мороза очень хорошо заметны. Поэтому в информационной войне на Украине Россия не участвовала, а сейчас и возможности это участвовать нет, потому что отключили все каналы для этого. Остается фактически только интернет и где-то спутниковое вещание российских каналов. И не случайно, перед тем, как начать свои самые страшные преступления, Киевская хунта отключила все телевизионные российские каналы. Почему? Ну, как преступник убирает свидетелей своих преступлений. Собственно говоря, сегодняшняя накачка населения Украины шовинизмом, какими-то антирусскими тезисами, она и базируется на том, что они сейчас монопольно вещают в эфире, никого больше нет. Да, нет обратной точки зрения совершенно. Но вот эта вот ситуация, когда Михалков комментирует Ксению Собчак, с точки зрения русских, да, русские они тоже разные. Вот насколько, как по-вашему, в самой России вот это мнение креативного класса, ну, условно, насколько оно значимо, насколько оно для народа, ну, прозападная часть русского общества, которое все равно что-то вещает, все равно комментирует, даже выступает в Славянногорске перед беженцами и всячески изображает это как благотворительность. Вот об этой части русских, вот что вы думаете? Знаете, спор между славянофилами и западниками, он, собственно говоря, из 19 века, ничего нового в этом смысле нет. Но, наверное, неправильно считать Ксению Собчак самым главным западником, самым главным философом, который противопостоит славянофилам, потому что в этой парадигме я, наверное, больше славянофил, и Никита Михалков мою статью тоже комментировал. Поэтому в том, что он выбирает какие-то материалы, их анализирует и читает, я ничего плохого не вижу. У него есть программа, у него есть точка зрения, он иногда берет единомышленникам, к каковым, я надеюсь, он меня относит, иногда он берет идеологических противников, к каковым, наверное, относится Ксения Собчак. Она анализирует, делает это очень качественно, делает как настоящий мастер, смотреть интересно, при этом разбивает определенную точку зрения или поддерживает другую точку зрения в зависимости от своего отношения. Это хорошо. Почему он берет вот таких вот деятелей, как Ксения Собчак, да, как вы называете, креативный класс? Потому что все революции, нравится это нам или не нравится, они всегда происходят в столицах. В Москве в меньшей степени во втором городе страны, да, когда ситуация была обратная, мы вспомним, в 17-м году революция, собственно говоря, произошла в Петрограде, а в Москве уже не в такой степени тоже были бои, были столкновения, но это было некое отражение того, что произошло в столице. Сейчас то же самое. Есть, конечно, политическая жизнь во всех регионах России, но 90% политической жизни сосредоточено в Москве. И поэтому мнение москвичей, мнение жителей столицы, оно несколько более важно с точки зрения стабильности в государстве. Конечно, уважаем всех одинаково, крымчан, жителей моего родного Питера, севастопольцев, новосибирцев, но уж так вот устроен политический мир, что бунт всегда происходит в столице. И поэтому от отношения столичных жителей зависит благополучие и крымчан, и питерцев, и новосибирцев, и севастопольцев. Всех зависит. Поэтому здесь важно отслеживать, в какую сторону двигаются мысли, вытаскивать антигосударственные какие-то заготовки наших геополитических друзей, или глупость представителей креативного класса, и так вот дотошно, спокойно разбирать, объяснять, что, ребята, если вы будете это делать, под какими бы красивыми лозунгами вы не вышли, вот как на Майдане, да, революция достоинства. Смотрите, какое прекрасное название для всего этого. Чем все это заканчивается? Смертью людей, убийствами, стрельбой, гражданской войны. Это что, вот достоинство, что ли? Ну, конечно, нет. Это манипуляция людьми. Поэтому, если вы будете выходить под красивыми лозунгами, это вам не гарантирует красивого результата. Наоборот, разрушение государства всегда ведет к гражданской войне. Я писал об этом, говорил и буду говорить. По-другому не бывает. Возьмите Великую Французскую революцию, возьмите более раннюю революцию Великобритании, в Англии, возьмите наш 1917-18 год. Гражданская война – неотъемлемая часть любой революции. Поэтому тот, кто выходит на митинги, желая свергнуть силой власть, должен понимать. Через год, через полгода он отправится в окопы. Вот по-другому просто не бывает. Если не он отправится, его дети отправятся. Если не он сам, его отец отправится. То есть это коснется каждого. К сожалению, общество – это очень хрупкая структура. Это кажется, что вот поменял там и все, и зажили, как на Западе или там, как на Востоке, кому как нравится. Ничего подобного. Общество очень легко разрушить, очень сложно собирать. И вот эта склейка общества, она всегда из человеческих жизней состоит и кровью оплачена. Поэтому это очень страшная история, с ней надо быть очень-очень аккуратным. Такой вопрос, вот вытекающий из этого. Вот Санкт-Петербург, Калининград. Проходила информация о том, что вот эти вот украинские революционеры, которые внешне очень похожи на русские, они, в принципе, вот 14 сентября на сентябрь, очень большие массы их высадились и в Питере. И, в принципе, даже были какие-то аналитические разработки, что они собираются взрывать Россию следующим этапом через Петербург. Я, в принципе, речь не об оперативных делах, а вот насколько западнические настроения соотносятся со славяно-фильскими вот в Петербурге в том же. Сейчас сложно говорить вот о классической вот этой вот борьбе между ними, борьбе этих идей. Но на сегодняшний день, конечно же, в процентах сложно сказать, но 95, наверное, процентов, 90 процентов населения России поддерживают курс президента, поддерживают внешнюю политику России и относятся резко негативно к тому, что осуществляют киевские власти на территории Донецкой и Луганской области. Вот это и есть. Соответственно, те политические силы, которые высказывают диаметрально противоположные силы, вот всевозможные наши белоленточники, демократы, яблоко, кстати, надо эту партию переименовать в польское яблоко, по-моему, так честнее будет значительно. Вот они резко теряют авторитет, они резко теряют какое-то отношение, которое к ним было. Ну, яркий пример Андрей Макаревич. Он хоть и не политик, но занимается политикой, потому что высказывается по серьезным политическим вопросам. И поэтому он поехал выступать в Славянск, и тем самым весь авторитет, который у него был в обществе, я считаю, убил. Почему? Потому что встал на одну сторону, и на сторону ту, которую 90% населения считают неправой, более того, угрожающей нашей стране. Вот если бы он выступил в Славянске, а после этого выступил перед беженцами в Ростове, вот хоть как-то эта точка зрения могла бы быть взвешена. Нет, встал на одну точку зрения, дал возможность использовать себя в информационной войне. Но кто он, как говорится, после этого? Я, конечно, не сторонник лишения каких-то наград государственных, но просто каждый из нас свое отношение к этому выразит через свой трудовой рубль. Ну, например, не пойдет на концерт, не купит очередной диск его. Ну и вообще просто вот... Лично я руку ему после этого уже подать не могу. И в одной программе участвовать тоже не могу, потому что, на мой взгляд, это просто неприлично. Что же касается ситуации в Петербурге или в других городах, то сегодня мы с вами видим, что основные украинские националисты находятся на фронте. Им сейчас немножко не до Петербурга, им немножко не до Москвы, немножко не до Крыма. Но если ситуация будет развиваться по какому-то печальному для России сценарию, конечно же, они попытаются подключиться к этому. Потому что вы правильно говорите, что такое украинские националисты? Это русский, говорящий на том же самом русском языке, который забыл, что он русский. Вот, собственно говоря, и все. Потому что великороссы, малороссы, белорусы. Три ветви одного дерева. В Петербурге планировался Майдан. Это действительно было. Ну, по крайней мере, есть основания так считать. Потому что один из кандидатов в губернаторы, который участвовал, она вполне возможно могла такой сценарий разыгрывать. Но она не справилась с первой планкой, которая есть перед тем, кто хочет участвовать в губернаторских выборах. Она не смогла собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов. Так называемый муниципальный фильтр. Не прошла. Сегодня она в выборах не участвует. И, на мой взгляд, опасность остается, что какие-то силы попытаются дестабилизировать ситуацию и поставить под сомнение выборы. Но вероятность этого значительно меньше, нежели с ее участием были бы выборы. Потому что такие политики, или политиканы, вернее сказать, они заранее говорят о том, что выборы неправильные, нечестные и так далее. Ну, и используют их всего лишь как повод для раскачки ситуации. Давайте поговорим о Новороссии, Донецкой, Луганской народной республике, поскольку они все равно задают тему любую повседневную новостную ленту. Новороссия в сознании очень многих русских, наших телезрителей, так точно. Это вот символ Новой Руси, и при этом они вкладывают сюда достаточно многие вещи, которые даже не связаны с Майданом, даже не связаны с фашизмом, а они открыто называют, что Майдан стоял, в принципе, за социальные вопросы, то есть связанные, чтобы не было олигархов, чтобы была справедливость в обществе, чтобы распределение продукта национального было более справедливым. И Мозговой вчера сделал заявление, в принципе, об этом же, что основные принципы Майдана подхватили народ Донбасса и реализуют, защищая свою территорию от фашистов, тем не менее, они реализуют именно вот эти принципы. Вот как вы относитесь к идее Новой Руси, как прообраз там Святой Руси, без олигархов, без... Вот именно вот эта социальная составляющая, которая для многих людей оказалась важнее и важного. Поскольку Донецк и Луганск заявляют о том, что они государство, не больше, не меньше, да, здесь вопрос их объединения, он на повестке дня стоит, то они должны вести себя как государство. Государство — это не только боевые действия. Мы видим, что воевать они научились прекрасно. Ну, по крайней мере, уже могут отстоять свою независимость, отбить какие-то нападения. Теперь им осталось такое же мастерство проявить в сфере экономики, в сфере социальной политики. Что такое государство? Должны платиться пенсии, должны платиться зарплаты. Тем, кто защищает это государство, должны выплачиваться пенсии, там, какие-то деньги за ранения. Если человек погиб, то семья не должна оставаться без средств существования. Это все должно делать государство. Если сейчас это будет сделано, это поднимет престиж ДНР и ЛНР на совершенно иной уровень. Пока, я не знаю, насколько хорошо это происходит, мы все-таки больше следим за боевыми действиями. Поэтому вот эта составляющая государства, социальная и экономическая, она должна выходить из тени боевых действий. Потому что без этого государство построить невозможно. Военный лагерь, он может сражаться, но он не может десятилетиями в таком находиться. Кроме того, ведь мы видим, к сожалению, что перемирие, которое бы очень хотелось, чтобы превратилось в долгий мир, на мой взгляд, таким не будет. Мы видим именно перемирие, а не видим мир. Это и риторика Порошенко, и, собственно говоря, желание не отдать Мариуполь. Ведь, на мой взгляд, не может быть никакого мира, если Донецкая и Луганская республики не будут в рамках Донецких и Луганских областей. Они не могут существовать в виде Донецка и Луганска, и еще нескольких, значит, небольших каких-то населенных пунктов вокруг. То есть территориальная целостность-то должна соблюдаться. А киевские власти говорят, что они готовы предоставить особый статус тем территориям, которые сейчас заняты. То есть Мариуполь, например, уже не попадает туда. А это важный порт. Это фактически, в некотором смысле, окно в мир для Украины. И Украина не хочет отдавать этот порт. Но как можно говорить о мире между Донецкой и Луганской республикой и всей остальной Украиной, если не будет решен вопрос территориальной целостности? Этот вопрос не решается. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшее время, относительно ближайшее, мы увидим возобновление этих боевых действий исключительно по вине Киева, который не хочет решать те вопросы, которые привели к конфликту. Он опять попытается решить эти вопросы силовым путем. Поэтому ДНР и ЛНР надо жить по римской поговорке. Хочешь мира, готовься к войне. Что же касается социальной повестки, которую они говорят. Сегодня это больше лозунги. Да, вот не будет олигархов. Пусть их там не будет. Я думаю, что большинство населения России к олигархам не испытывает никаких симпатий. Тем более к олигархам украинского разлива, которые не только природу эксплуатируют, но еще и родину активно продают. У них непонятно, на чем больше бизнес. Глядя на Порошенко или на Коломойского, на чем они деньги зарабатывают, еще большой вопрос. Может, какие-нибудь историки или исследователи выяснят. Поэтому эти лозунги, они должны все-таки когда-то воплощаться в какие-то дела. Но для нормального существования государства, которое ведет войну и войну гражданскую, лозунги, может быть, даже еще более важны, являются важным чем-то. И сегодня я хочу сказать, что я, например, как писатель, как человек, изучающий историю, вижу большие проблемы с точки зрения идеологического обоснования борьбы Юго-Востока. Ну, смотрите, нам говорят, ополчение Донбасса. Да, это соответствовало на определенном этапе ситуации. Вопрос. А я живу в Запорожье или я живу где-нибудь во Львове. Какая у меня мотивация вступить в ополчение Донбасса? Я не с Донбасса. Я не хочу, чтобы Донбасс отделялся от Украины. Я выступаю за целостность Украины, как житель какой-то области. Почему я должен вступить в ополчение Донбасса? Должны быть лозунги, которые будут привлекать население не только двух областей, а население всей Украины. Это должно быть не ополчение Донбасса. Это должно быть, вот я даже придумал аббревиатуру, свободная армия Украины-Новороссии. САУН. Войска САУН вошли, освободили и так далее. Вот прекрасный термин сейчас придумали. Гуманитарно-военная операция. Просто можно аплодировать. Во-первых, по сути правильно отодвинуть войска, которые обстреливают жилые кварталы. Но и звучит великолепно. То есть мы не войну ведем, а осуществляем гуманитарно-военную операцию. Причем именно так, с ударением на первой части. Гуманитарно-военную, а не военно-гуманитарную. Поэтому вот эти, казалось бы, мелочи, они очень важны. Взяли огромное количество пленных. Ну, сейчас обмен пленными состоится. В гражданской войне половину пленных ставят в строй. Но им надо дать обоснование, почему они идут. В свой строй. Конечно, в свой строй. Потому что это же такие же люди. Это братья. Говорят на том же языке. Просто они, может быть, под влиянием пропаганды находятся противной стороны. Так, значит, нужно от этих чар их освободить. Если вы не будете пополняться с той стороны пленными, перебежчиками, вашими идейными сторонниками, то ваш мобилизационный ресурс резко сокращается. Красные выдвигали лозунги, которые относились ко всему народу. Белые выдвигали непонятные лозунги. Лозунг у них был «Мы против большевиков». Что это такое? «Мы против большевиков», а вопрос «А за что мы?» «Мы за учредительное собрание». Что такое учредительное собрание? Оно было один день в истории России. Кто там знает из крестьян рабочих, что такое учредительное собрание? Невнятные лозунги. У красных все понятно. Землю все поделим. Заводы будем сами управлять. Все ясно, все понятно. В некотором смысле сегодня повторяются эти ошибки. Юго-Восток борется с фашизмом. Прекрасно. За что Юго-Восток? Должна быть положительная повестка дня. Должна быть четко обрисована та Украина, та Новороссия, которая будет строиться. И я абсолютный сторонник того, чтобы эти лозунги были шире, чем Донецкая и Луганская области. Они должны касаться всей Украины. Во-первых, потому что это правильно с точки зрения идеологии и ведения идеологической войны, информационной войны. Это первое. Во-вторых, это правильно с точки зрения корней нашего народа. Ведь наш народ не заканчивается за Донецкой и Луганской областях. Наш народ, это вот здесь можно поспорить, но по мне так на самом деле до Закарпатья, до Львова, вот туда, до Ужгорода. Вот это все один народ. Просто степень осознания их частью единого целого, она разная. Но заражены вот этим западенчеством в большей степени в нескольких западных областей. Которые, кстати, если ситуация так дальше будет развиваться, я имею в виду распад украинского государства по причине того, что государственный перевод произошел, они не заметят, как часть из них опять станет румынами, часть станет поляками, а часть станет венграми. И знаете, что я хочу сказать? Вот как только это произойдет, они за одну ночь станут русскими. Вот опять станут русскими. Когда они поймут, что украинское государство вообще никому не нужно. Ни Соединенным Штатам Америки, ни Евросоюзу. А вот эти вот мелкие хищники, гиены, которые бегают при больших, значит, тиграх, они обратно оторвут себе куски территории, которые цари, которые Сталин возвращал в лоно единого государства, из которых составили, в конце концов, вот ту территорию, которая до сегодняшнего дня называется Украина. Такой вопрос вытекает из вашего ответа. То есть фактически Донбассу, двум республикам, нужна большая государственническая идея, которая бы накрывала всю Украину, и это поможет им победить. Конечно. Без этого они просто, на мой взгляд, не могут победить в ближайшей перспективе. Потому что будет война просто на уничтожение. У кого больше мобилизационный ресурс? Но мы же с вами... В чем разница восприятия с этой стороны окопа и с того? С той стороны желание убить всех, кто не согласен с их позицией. И мирное население перебить, вообще зачистить все, что есть. Ненависть к России, ненависть к русским, всякие обидные словечки и так далее. С нашей стороны-то этого нет. Мы же не хотим, чтобы погибали украинские солдаты. Зачем? Эти молодые парни должны прийти домой, жениться на девушках, рожать детей. Это и есть русский мир. И неважно, на каком языке они дома говорят, на русском или на украинском. Это все равно один народ. Поэтому цели совершенно разные. У них цель убивать, а у нас цель освобождать. И эта цель должна быть в лозунгах. Она должна быть в повестке дня, которая демонстрируется. Она должна быть в названии. Поэтому не ополчение Донбасса, а свободная армия Украины-Новороссии. И нельзя обособляться лозунгами, говорить о Новороссии, говорить о Донецкой республике. Мы хотим освободить всю Украину от олигархов, от фашистов. Чтобы жить как раньше. Когда не было войны, любой человек говорил на любом языке. Вот та повестка дня, которая будет близка любому украинцу. У гражданской войны есть свои законы. И не нужно изобретать велосипед. Нужно просто открыть томики Ленина, Деникина и посмотреть. И сразу станет понятно, почему красные гражданскую войну выиграли, а белые гражданскую войну проиграли. Я сейчас не говорю о талантах военачальников, о хитрости политиков, которые стояли. Но просто информационную войну, которая была во время гражданской войны в России. Красные ее выиграли. Надо изучать этот опыт. Это же все лежит на поверхности. Все доступно. Это все описано в книгах. Спасибо большое. Наше время 26 минут. Оно уже подходит к концу. Маленький вопрос, коротенький. Я рассказывал перед передачей о том, что одна женщина вдруг сказала, что ей приснилось, или она увидела, что 9 мая 2015 года будет совместный парад победы и русских, и украинцев, и белорусов. И будет антигитлеровская коалиция. Этот парад будет в Киеве. Как вы относитесь к этому? Футурология, какая-то там предикция, наверное. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы это на самом деле случилось? И что нам для этого нужно сделать? Чтобы это случилось? Во-первых, нам с вами нельзя выдвигать лозунги, которые будут оскорблять хотя бы часть населения Украины. Поэтому должен быть не парад победы, когда украинцы, ну, часть населения, почувствуют, что это их победили. Это должен быть парад победы в ознаменовании годовщины победы над фашистской Германией. Вот это должно быть так. Это парад тех, кто участвовал в победе над нацистской Германией. Единый Советский Союз, страны антигитлеровской коалиции. Хотя что-то мне подскажет, что вряд ли они в Киев на такой парад приедут. Или в Москву, да? Скорее всего, они объявят какие-нибудь санкции и сделают вид, что они этого не замечают. Это вполне возможно. Но это зависит не только от боевых действий. Я тут вернусь к тому, что мы с вами обсуждали. Но от тех лозунгов, которые будут выдвигаться. Это может быть, это должно быть. И я мечтаю о том, чтобы 9 мая 2015 года все завершилось именно так. Лучше даже раньше бы, чтобы завершилось. А в мае очередную нашу победу мы бы отпраздновали. Эта победа была бы общей. И украинец, которому промыли мозги антироссийской, антисоветской пропагандой, 9 мая 2015 года тоже себя почувствовал победителем. Ведь сегодня они отказываются от всей истории. Они, как часть единого целого, были в Берлине. Они били Наполеона. Они шведов прогоняли. Они огромную страну построили. И сегодня, отказываясь от всего этого, они скатываются к стране, у которой герой Мазепа предатель. Ну, это действительно предатель. Он предал царя, который его назначил руководить огромным регионом. Да, говоря, орденом. Все было. Предал. Герой Бандера, который служил другому государству. Какие еще герои? Петлюра, Свиниченко. Они тоже в немецком обозе приехали в начале 1918 года. Понятно. Нет героев. Нет героев. Но они-то на самом деле есть. Просто эти герои наши общие. У них большое количество героев с украинскими фамилиями. Вот, пожалуйста, там фельдмаршал Паскевич, который Австро-Венгрию спасал, громил персов. Этнический украинец. Маршал Конев, маршал Тимошенко. Тоже этнический украинец. Огромное количество украинцев. Потому что никто никогда не отделял русских от украинцев. Это один народ. Да, для даже новости, что Конев. Для многих. Да не только это украинцев касается. Это всех касается. Багратион. Это кто? Это русский маршал. Но он этнический грузин. Сталин кто? Русский руководитель. Но он кто? Этнический грузин. Но мы же не воспринимаем Сталина как грузина. Да. Мы его воспринимаем как руководителя страны. Поэтому надо вновь объединяться, чтобы были одни герои. Был один парад победы. Одна история. И тогда и мир будет, и победы будут, и будет светлое будущее. Спасибо большое, Николай Викторович, за то, что нашли время посетить наш канал, участвовать в информационной войне. Это была информационная война, наша ежедневная программа, в которой мы толкуем события не только новостной ленты, но и пытаемся заглядывать в будущее. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»